Совсем недавно полицейские патрули усилились добровольными народными дружинниками, которые помогают полиции следить за порядком на улице. Но порядок еще должен быть на дорогах. И такие же добровольцы, как ДНД, в минувшую пятницу заступили в ночной патруль. На своих машинах они разъехались по городу и начали патрулирование. Задача ночного патруля – это именно вывив, передать информацию. Ну и каждый, оснащенный видеорегистраторами, имеет существенные доказательства для того, чтобы в дальнейшем эти материалы были рассмотрены в суде. Меры безопасности в отношении наших помощников – это ни в коем случае не стараться самим пресечь это правонарушение и, соответственно, управлять транспортным средством с соблюдением правил дорожного движения. Наша съемочная группа тоже отправилась в ночной патруль вместе с начальником ГАИ. Хочу посмотреть советскую Кремль, и потом в район обслуживание, потому как бывают проблемы в ночное время. Первое сообщение поступило от сотрудников ГАИ из района Броссовской площадки. В ходе патрулирования была остановлена машина, которая вызвала у сотрудников подозрения. И, как выяснилось, не зря. Выкладывайте, выкладывайте. Выкладывайте. Все, выкладывайте, шприцы выкладывайте. Кроме того, у одного из пассажиров этого автомобиля был телефон, который числился как украденный. Не менее результативным оказалось дежурство ночного патруля в поселке Новокашперский. Там добровольцы заметили пьяного водителя, сопроводили его от одного бара в другой, сняли все на видеорегистратор и вызвали сотрудников ГИБДД. Двери говорю, я в суде все это предъявлю. Коль, включи телефон, сними вот это вот тело, которое меня, которое, 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 которое меня в чем-то, я не знаю, там, осуждение. Человек стоял. Вы его просто подъехали и начинаете какие-то эти предъявления. Молодой человек нецензурно выражался, грозился всех засудить и отказывался предъявлять какие-либо документы. В конечном счете его увезли в отделение для дальнейшего разбирательства, а машину на штрафстоянку. Дежурство ночного патруля полным ходом продолжилось и на следующий день в районе военного городка. В итоге только за пятницу было задержано четыре пьяных водителей, в том числе и молодые люди с наркотиками. Выписано несколько протоколов о нарушениях ПДД. Приживется ли ночной патруль в нашем городе и как долго добровольные помощники будут гореть этой идеей, пока сказать сложно. Вообще стоит сказать сразу, что выявлением пьяных должны заниматься не только вот эти вот 20-50 человек из ночного патруля, а все общество в целом. Нужно понимать, что люди, которые ездят пьяными за рулем, они не всегда адекватные. Они будут представить угрозу людям, которые выявляют этих пьяных. И, безусловно, у них появится желание каким-то образом воздействовать на ночной патруль. Плюсы меньше пьяных водителей на дорогах, меньше аварий. Ну, как бы минусов не вижу. Это неправильно. Есть ГАИ, оно должно следить. А как? Наталья Ревякина, Евгений Щукин. Вести детально.